Важное, нормальное, я двумя руками за, 32 котельные диспетчеризируем, самоловичем, там океан закрываем, это великолепно, и так далее. В ближайшее время какая у вас основная загроза стоит? Вы можете потерять такого потребителя, как бюджетная организация. Почему? Потому что вы абсолютно не адаптированы к тем рыночным условиям, которые выставил для вас нафтогаз. Мы каждый год начинаем говорить о том, что у нас роддом почему-то не отапливается, школа не отапливается, я вам говорю, пока вы не установите на своих котельных альтернативное топливо, чтобы условно 1 октября или 15 сентября, если это будет уже холодно, возможность разжечь и дать тепло на роддом, на больницу, на школу, это толку у вас не будет. У вас заберут эти объекты, сам руководитель бюджетной установки выйдет с инициативой, позовет инвестора, а сегодня предложение по вложению денег в реконструкцию автономных топочной бюджетной сферы, очень большое. Вы должны думать на этом. И какой-то параллельно с газовым котлом выставлять на альтернативное топливо. У вас этого в инвестиционном проекте Мирового банка, к сожалению, нет. Нет, подождите, Евгений Ильич. Давайте я скажу, а вы потом уже будете отвечать и так далее. На мой взгляд, это раз. Второе. Теперь мы говорим о том, что мы передаем, или вы выработали вместе с областным советом, приняли решение, передаем предприятие в город. Элементы этого стратегии должны быть? Должны быть. Мы его сейчас не видим. Почему? Потому что для того, чтобы передать нормально предприятие, опять же, чем быстрее может быть, тем лучше. Потому что у города Николаева нормальный финансовый ресурс, который будет помогать вам выживать в этих сложных экономических условиях. Мы понимаем все, что вам по логике должно быть лучше там в городе Николаеве. Но сегодня не вами. Вот мы начинаем вместе с управлением Майна уже разрабатывать вот эту вот стратегию, план заходов, как мы будем пошагово идти и передавать. Знаете, сколько там проблем вырастает? Сегодня ни слова не прозвучало о том, что у нас 8 объектов в перечне на приватизацию, там не продается. Что у нас есть такие объекты, которые выведены с эксплуатацией, и они не в перечне на приватизацию нигде. Скажите мне, пожалуйста, что мы будем делать с Очаковым, где еще остаются объекты? Где ваша стратегия по городу Очаковым вместе с городским советом? Ее нету. Что мы будем над Бусским делать? Ее нету. Хорошо там с Вознесенском мы договариваемся, что... Подождите, вы пока не берете свои слова. Вы нанизывайте это, помечайте. Потому что на все эти вопросы надо знать ответы. И, к сожалению, их пока нет. Я с вами, ну, с разными, получается, много у вас там было. Каждый раз вы говорите, ребята, давайте же мы посмотрим. У нас есть программа на 15-й год, инвестиционная ваша, на 16-й год. Депутаты говорят, принято два решения. Что будем делать? От предприятия нету конкретных предложений. Что делать с инвестиционной программой 15-го года? Четыре мероприятия не вы... Ничего вы не говорите. Но вы отвечаете на то, что потеряла целесообразность. Так если потеряла целесообразность, вы под этим подпишитесь вместе с техническим своим советом. Скажите, что нам не надо полинковые пристроения четырех котельных делать, потому что в следующем году мы меняем там сами котлы на современные и так далее. Вы выражаете свою волю. И мы должны вносить депутатов, не говорить, что не с изменой до инвестиционной программы 15-го года. Вы должны написать отношения в национальную комиссию, чтобы вам их убрали оттуда. И возможно потом это потянет или тарифную базу и так далее. В 16-е годы вообще ноль по инвестиционной программе. И вы тоже все молчите. 291 прибор был предусмотрен. Передали городу. Что дальше делать? Решения областного совета не выполняются. Инвестиционная программа и память не реализована. Я вам говорю, что мы от администрации направили письмо в национальную комиссию. И как национального регулятора просим, чтобы они вмешались в это дело. Разобрались со своими же тоже решениями, которые приняли на базе наших. Это же затвердживается национальным регулятором, это ваша инвестиционная программа. И корректировали вам возможную инвестиционную, то есть тарифную базу. Но это как вариант. Если тариф был убыточный, там люди разберутся, как вам корректировать этот тариф или не корректировать. Но шаги в этом направлении управленческие надо делать, надо делать и не сидеть и ждать.